Здравствуйте! Уберите, пожалуйста, автомобиль! Сейчас! Эй! Эй! Чего случилось? Тротуар! Там где тротуар? Вот. А здесь нет парковки? Нету. Вы видите знак? А где знак запрещающих парковаться? А где знак парковки? А где знак запрещающий парковаться? У нас на тротуаре запрещено парковаться. Хорошо. Вы уже здесь были? Конечно. Как обычно все. Смотрите, вы видите, что у нас уже стало. Заметьте. Да, да. Мы счастливы. А я подумал, это девушка. По вам часы можно сверять. Вот. 6, 6, 10. Все. Стандартно. Да. Поехали. 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 Ну, на прокуаре, наверное, хочется. Понимаете, дело в том, что я живу здесь 15 лет. А я эвакуирую отсюда. Я знаю, вы последние лет 5 эвакуируете максимум. Может 6. Может быть 6, но 10 лет мы здесь жили, без проблем. Я понимаю, ребята, я вот дочку отвез, и неизвестно у него ковид или не ковид, а он хорошо себя ведет. У вас на машине где это написано? Ну, поймите, ну... Нет, на машине где это написано? Нет, это нигде не написано. Водительская, что есть? Уже не первый раз это, понимаете, не первый раз. Игорь Михайлович, на автомобиль документы свидетельствуют. Посмотрите, ну, послушайте, вот смотрите. Вот я должен иметь право подъехать к своей парадной. Игорь Михайлович, Игорь Михайлович, Игорь Михайлович, в этом же районе. Хорошо, вы к своей парадной. Живу здесь с рождения. Хорошо. Вставайте на проезжей части, автомобиль полетал, я вас там жду 10 минут вашего времени. А вы в курсе, что это тротуар? Я в больницу подъезжала. Пешочком, пешочком надо это делать. Ну, здесь же нет никаких знаков. Здесь ей нужны знаки, пусть все сотрудничают. Зачем вы вообще сюда заезжаете? Здесь все паркуются всегда. Запрещенного знака не стоит. У нас на тротуаре знаки не ставятся. Вы водитель, вы должны это знать. Вы сейчас что, репортаж снимаете? Да, конечно. Мне не надо снимать. Снимаем, как вы нарушаете правила дорожного движения. А, девушка, вы что, там человек стоит. Отойдите, пожалуйста. Мы на тротуаре стоим. Дожидайтесь сотрудников. Я не могу дожидаться, у меня ребенок больной в машине. Не надо было заезжать. Здесь не было никаких знаков, никто не стоял, не говорил, что туда заезжать. Вон все стоят. Какие вам знаки? У меня ребенок маленький, болеющий. Какие вам нужны знаки? Максим, закрой, пожалуйста. Надо припарковаться на парковке. Ребят, ну дерните кого-то еще. Ну вы нашли мать с ребенком дергать. Блин, вам делать нечего, что ли? Вот там двух мужчин уже оформляют. Мы сказали один раз, я больше не буду заезжать. У меня ребенок маленький в машине. Мне кажется, вы здесь уже были. Я вас помню. Я не была здесь. Я вас помню. Я приезжала, у меня вот здесь поликлиника. Вот, вот. Вон место парковочное. Будьте людьми, с ребенком отпустите человека. У нас ДПС тут. И что, что ДПС? Я к ним подъеду сама. Не создавайте стресс. У меня ребенок маленький. Он напугался. Вы сейчас сами стоите? Он напугался в машине. Подойдите к мужику какому-нибудь. Так вот двух мужчин оформляет. Вам мать ребенком надо сцепить. Я к нему сама подъеду. ДПС должен зафиксировать, что... Вы можете подойти, да? Сейчас, вы можете подойти. Я по тротуару не езжу, чтобы так было. Да, да. У меня ребенка окружили машину. Ребенка напугали. Можно мне вот это все оформить? Мы поедем. Пожалуйста. Можно мы отъедем? Вот подойдите к нам, чтобы мы отъехали хотя бы от этого цирка. Они окружили машину, напугали мне ребенка. Пожалуйста, можно мы с вами отъедем, чтобы этот цирк упугать? У меня ребенок маленький. Вот этот цирк от нас уберите, пожалуйста. Вот машина наша стоит. Можно мы к вам перепаркуемся, вот без них? Не ругайтесь, не нервничайте. Ну потому что вы напугали ребенка. Вот этот цирк, если мы нарушили, вы нас уштрафуйте, пожалуйста. И мы поедем. Вот этот цирк, они стучат мне по машине. Какой они имеют грамм? Мы стучат мне по машине. Я житель этого дома. Вот ездил, ну тогда и... Дайте мы отъедем к вам тогда, оформите нам штраф. Вы лишаете меня гражданского права. Какого? Нарушать? Вы вот здесь меня не пропустили. Потому что это тротуар. У меня машина сейчас стоит. Это тротуар. Ну и что, что тротуар? Ну и что? Как это? Как это? Тут люди ходят. Вы можете кого-то сбить. Они лишают нас гражданского права. Меня напуган ребенок. Мы только что и вышли от врача. А можно мы отъедем от этого цирка? Проконтролируйте это. Меня сейчас уже нет. Понимаете? Я тоже больной человек. Потому что вот они меня доводят. Как я поеду за рулем после этого? А вы документы взяли? Мужчина. Нельзя? Нет, нельзя. Понял. А куда поставить? Вдоль проезжей части, парковки. Все что угодно. Но только не тротуар. Здравствуйте. Здравствуйте. А это ребенок? Да. Мы хотим опять у вас узнать, зачем вы опять заезжаете на тротуар? Я заезжаю со своим ребенком. Пешеходы стоят на тротуаре. Это не пешеходы. А кто это? Это не пешеходы. Я пешеход. Кто это? Я здесь живу 15 лет. Вы водитель в данный момент. Я здесь живу 15 лет. И вы должны знать правила дорожного движения. Умейте слушать. Меня не интересует. Вы тут живете. Вас не интересует. А меня не интересует в таком случае ваша персона. Понятно? Хорошо. Да пожалуйста, езжайте по дороге. Вам никто не мешает. Здесь тротуар. Здесь что? У вас здесь ребенок в ресторане? Машины неправильно припаркованы. Припаркуйте машину и пройдите в магазин. Здравствуйте. А зачем вы пешеходы на тротуаре сигналите? Куда вам проехать здесь? Тротуар. Здесь нельзя ездить. Мы все понимаем. Пожалуйста, здесь пешком только ходят. Здесь нельзя ездить. Я объяснил. Там машины стоят как бы. Мы все равно во двор поедем. Едьте во двор. Здесь ездить нельзя. Здесь пешеходы ходят. Здесь нельзя автомобилем ездить. Пожалуйста, езжайте во двор или по дороге. Как угодно. Но не здесь. Это определяет? Это правило дорожного движения. Здесь ездить нельзя. Вы не знаете. Мы знаем все хорошо. Но это не ездить. Здесь нельзя ездить. Это тротуар. Пожалуйста, покиньте тротуар. И не сигнальте пешеходам на тротуаре. Стой, стой, стой. Смотри. Сейчас разрушу. Мы сейчас вам на... Я вам сейчас уйду. Клей. Клей. Все. За хамство ваше. Я вас просил не сигналить пешеходам. По-вежливому. Просил. Не сигнальте пешеходам. Ты чё, еб***ь, что ли? Давайте поможем. Зачем трогаете? Ты кто? А мы кто? А ты кто? А Саша, помонись. Да ты что? Не научились людей уважать меня. Да это ты не научился. Не работай. Вы не научились. Идите работать. Все решает. А чё вы такие сильные-то все? Да, конечно. Мы сильнее вас тем, чтобы вам не подходит. Девушка. Девушка. А если ты сломаешь, мы тебе подходит? Да хватит вам, женщина. Вы же сами позоритесь в себя. Вас никто не трогает. Да, вы. Вы не подходитесь. Выдлый, выдлый. Понятно? Езжайте. Выпрячься сюда. Дворюга. Понял. Я член, я сиди. Наконец-то. Утроили? Да. Уб***ь. Уб***ь. А ты знаешь, что вы доверяете вещи, а смешно с тобой? Да вызывайте. Кого угодно вызывайте. Не подходите, бешеная женщина. Что вам надо? А, это ваши друзья, я понимаю. Это не мои друзья. Вот, правильно. Я просто отборожаю. Уже всех сняли. До свидания. Уб***ь. Я обманусь, я же. Это люди, они не защищают людей. Они портят нам воздух. Портят. Мы же испортили тут все, что угодно. Это что? Да. Уб***ь. Да. Вам даже просто лифт не... Вам на телефон удалите или что? Да. Они... Дарейте. Что там не сделали? Вы... Вы что-то такие все воспитаны? Это просто перед тобой пешеходят. Ты же не собираешься нахуй обращаться. Потому что какого-то хрена ты ездишь там, пройти по тротуарам. Ни хрена ездить по тротуарам. Здесь пешеходы ходят. Или мозг... Или мозг... Она не оформает, понимаете? Да. Что вы докапали? Конечно. Никто до нее не докапывался. Пусть езжает. Конечно нет. Только когда мне надо пожилых людей... Не вы никто помогаете. А я их вожу и вожу. Понимаете? Не вы, б***ь. Вот такие все об***нские. Это ютубчик. Ему вот туда не обратили. Вот туда мы прошли, подбором проехали. Работы. Марин, я буду снимать. Работать мне, что ли. До свидания. Всего доброго. Надя, ты не есть. Ты че дома сидишь? Дереву. Пожилой человек должен ходить хрена знает где. Да вы должны ездить по дорогам, а не по тротуарам. Как вы это не можете понять? Ты понимаешь, что есть пожилые люди, которые должны спуститься. Здесь машина. Ты это понимаешь? Тебе сказали, нам надо проехать. Так проехали. Проехали. Никуда я не пойду с вами. Так отчего ты? Чтоб тебе было стыдно, суки. Да мне не стыдно от вас. Вот от таких вообще не стыдно. Да конечно тебе не стыдно. Не стыдно от таких. Ты понимаешь, что человек, который 80 лет, который еле ходит, благодаря тебе должен неизвестно капать. Да он к вас за руль сел и уехал, потому что вы не понимаете. Да нет, это человек, который в этом доме живет. Пойдем поднимемся. Так и что, вы где? Здесь хотели его забрать? С тротуара? Да, я хотела вот оттуда заехать и все. Оттуда есть заезд. Оттуда есть заезд. Что вы мне рассказываете? С той стороны есть заезд. По дороге, не по тротуару, понимаете? Я поняла тебя, что тебе... Это у вас отношение к людям. Понимаешь? Это у вас отношение к людям. Вы поймите, что нельзя ездить по тротуарам. Вы не понимаете. Да вы не понимаете. Здесь должны ходить только люди, пешеходы, все. Они ходят здесь. Ну вот и все, а вы там ездите. А почему у тебя вот тут все машины-то стоят? Сейчас вы... Вот у меня ребенок здесь ходит из школы. Вы школа там, я живу там. Да нет же, я здесь, что вы тут ходите? А что вы делаете? Я тебе сказала, что пожилой человек как должен... Я тут каждый день хожу на все. Вы меня каждый день здесь видите? Вы меня каждый день здесь видите? Но вы же выступаете? Я вам просто... Да, я вам просто говорю, что тут человек, который еле ходит, как должен спускаться? Да легко. С той стороны вы могли заехать. Что вы рассказываете? Во двор вы могли проехать. Удивидуальные там, я еще лазов пойму. А я вам индивидуальное говорю, что... Не сюда приходят, не за вас. Пойдем, я говорю вот этому муку. Пойдем, поднимемся. Ты видишь, что пожилой человек. Да он при том. А я вам объяснил, что вы могли проехать туда. Вы слышите, Миллионет? Вам что, во двор не дали проехать? Ну и все. Я тебе объясняю, что ты... Я вам тоже объяснил 20 раз. Ездите по дороге, все. Микрофон свой убери. Да вы уберите себя. Мы не можем закрыть камеру. Не можем закрыть. Не подходите. Слышите? Хватит ругаться, женщина. Неадекватная? Неадекватная, да. Пойдем. Я никуда с вами не пойду. Вы неадекватная женщина. Зачем с вами куда-то ходить? Я адекватный мужик. Хорошо, я неадекватный мужик. Пожалуйста, давайте на этом закончим. Все. Я не хочу с вами общаться вообще. Нет, я тоже не хочу с тобой общаться. Ну и все тогда... Я хочу, чтобы ты понял, что я тут не собиралась стоять, чтобы тебе было тоже стыдно. Пойдем. Я вам сказал, вот, вот. Здесь вообще жилой, не жилой. Здесь некуда подъехать. Пойдем. Пойдем, я тебе покажу. Зачем? Во двор? Во двор? Нет, чтобы ты понимал, что я не приехала сюда встать, ни в магазин, ни в ресторан. Я приехала за пожилым человеком. Так и что дальше-то? Вот человек живет. Вот в этом доме. Парадная с той стороны. Я поняла. У вас там нет машины? У меня есть машины. Я никогда здесь не еду, хотя живу в этом районе. Вам все уже говорят, что вы не правы. Что вы кричите-то? Вы тут встанете, 500 человек, вы все встанете. Вот дорога, проезд, дорога, и там едет двух дорог. Тогда вашу маму или вашу бабушке нужна будет помощь. Вот так вот приедет, какой-то му**к встанет, и вы посмотрите. Вы не понимаете, что вы не доводите до ума. Вы просто людей доводите, потому что вы раздражаете. Да вы сами себя довели. Да это вы себя довели. Вы себя довели, начали сигналить. Зачем? Да вы ни хер... Сигналить вам нельзя. Это нельзя. Ну, конечно, вы же на тротуаре. Зачем вы сигналите? Слушайте, а я... Вы знаете по правилам дорожного движения, когда сигнал нужно применять? Когда нужно применять сигнал по правилам дорожного движения? Вы их вообще, наверное, не знаете. Понятно. Скажите, пожалуйста, вашу фамилию... Давайте все-таки будем держать социальную дистанцию. Да, пожалуйста. Вы не умеете ее держать. И разрешение на то, что вы вот это делаете. Я вам не обязан говорить ни фамилию, ни имя, ни отчество. Нет, вам обязан это делать, раз вы портите имущество. Нет. Я только что посоветовалась с адвокатом. Хорошо. Ваши фамилии все? Да никто вам ничего не обязан. Так и я вам тоже ничего не обязан. Ну и хорошо, все, значит и расходимся, раз никто не обязан ничего. Окей, да не будет она вам ничего говорить. Никто вам не скажет фамилию. Да мы не трусы, мы не обязаны вам говорить. А вы в какой квартире живете? В какой дом, адрес? Фамилия, имя, отчество ваше? Вы как нарушитель, я хочу оформить на вас. А я хочу ваше снаряд. Я хочу дать на вас заявление, что вы... Давайте я сначала. Давайте я сначала. Нет, так вы, слушайте, я у вас первая спросила. Ну и что вы первая заехали к нам. Мы здесь стояли, вы к нам приехали. Да. Вы как бы это... То есть сколько я вызываю сейчас полицию сюда? Конечно, давайте, ждем. И ДПС заодно. Вы свалите, потому что... Да мы не свалим никуда. Знаете, сколько раз мы это слышали, тысячу раз, что мы свалим. Вы не были трусы, ты бы сейчас сказал фамилию. Да не обязан я вам говорить. Да я тебе ничем не обязан. Ну и все тогда, до свидания. Все. Я вас спрашиваю. Пойдемте, вы там говорите. Не хочу я с вами никуда идти. Да я не боюсь, если я не хочу с вами никуда идти, что вы ко мне подходите. Ничего, разговариваем, стоим, общаемся. Вы что, хотели? А вы имеете право тут на съемку? Имеем право, да. Вот валите отсюда. Сами валите, что вы ко мне подходите, валите. Туда встань на дорогу и там стой. Встаньте, отойдите от меня вообще. Да, живу. Покажи где. В городе Санкт-Петербург я живу. Я езжаю в город Санкт-Петербург. А вы где находитесь? Не в городе Санкт-Петербург. А здесь Ленинград. Ну вот идите в свой Ленинград тогда. Все. Вот я езжаю в Петербург. Ой, все. Короче, мужчина, вы неадекватные, отойдите. Все. Держите дистанцию. Да. Посмотрите. Так вы считаете, что он адекватный? Он даже выпивший, по-моему. Выпивший мужчина подходит, начинает что-то это самое. Он больной, епта. У него что-то уже на брови. А, понятно, понятно все. Все. Вызывайте скорый нам, раз он больной. Он не стыдно. Нам не стыдно. Вот перед вами ни капельки не стыдно. А мне не стыдно. Перед такими хамами, как вы, которые плевали на других людей и ездят по товаров, ни капельки не стыдно. Ни капельки. Если бы я тебе 15 раз видела, что я тут стояла, я бы... Да можно у вас там проехать. О чем вы рассказываете? Можно проехать. С этой... Мужчина, с вами никто не разговаривает. С этой стороны. Не слышите? С вами никто не разговаривает. С этой стороны можно заехать во двор. И с той стороны можно заехать во двор. Там парадные у вас, правильно? Там парадные у вас, во дворе. Вы меня слышите или нет? Вы меня слышите? А что ты меня на всю машину-то не наклеил? Наклеи, а я сейчас запишу. И в принципе, ты понимаешь, что это порча имущества? Все? Все сказали? Хорошо. Почему вы толкаете человека? Снимите меня, подходите ко мне просто. Не подходите. Мужчины, держите социальную дистанцию. Зачем вы подходите? Это вы толкаете. Он к нам подходит. Вы к нам подходите. Вы к нам подходите. Отойдите. А почему вы без маски? А вы что тут вообще делаете? А сейчас? Ну и все. У нас маски не обязательно на улице носить. Все, мы с вами диалог закончили, по-моему. Мы с вами закончили, потому что вы свою фамилию не сказали. Да и не назову я вам. И разрешение не дали на то, чтобы вы тут стояли. Я хочу увидеть разрешение на то, чтобы вы это делаете. Какое нужно разрешение на то, чтобы мне здесь стоять? На то, чтобы вы портите имущество. На порчу имущества вы должны иметь разрешение молодой человеку. Все понятно. Не все понятно. Это так оно и есть. Вы должны иметь разрешение на то, чтобы... На что? А, разрешение? Ничего себе. Это где такое разрешение выдают? На то, чтобы портить имущество. Это ГАИ имеет право забрать машину. Мы вас забрали машину? Оформить. Так вы извините, вы не испортили. Мы вас забрали машину, оформили. Чем мы ее испортили? Чем? У меня стекло сейчас теперь поцарапано. Ну ничего. Ничего. Отдерете наклейку, не будет ничего поцарапано. Да. Ну не отдерете тогда. А вы не порабили стекло, да, все. У нас все снято на видеосъемку. Никто вам ничего не царапал. Да вы когда клеили, поцарапали, я даже не видела, как вторую наклейку клеили. Ну конечно. Вам объяснили, ни один человек уже пытался объяснить, что вы мне объяснили. Что вы не могли во двор проехать? Вы не могли во двор проехать? Давайте я тут проеду во двор. С той стороны у вас въезд. С той стороны въезд еще. Все? Перепутай педали. Что это так? Почему вот этой территорией считается... По правилам дорожного движения. Глава 1. Откроете, может... Ну как я вам покажу? Нет, ну вы же подготовились. Камера... Я знаю это. Каждый водитель должен знать об этом. Я тоже это знаю. Вы не подготовились. Для чего я должен готовиться? Зачем я вам должен что-то показывать, рассказывать? Вот пешеходы перед вами стоят на тротуаре. Все, этого достаточно. Ну а что? А где по-вашему? Смотрите, это улица Кузнецовская, верно? Есть проезжая часть. Где людям по-вашему ходить? По дороге? По какой стороне? По какой стороне? Почему вы тогда не боретесь с кафе, которые стоят на пешеходной зоне? Мы боремся с теми, кто ездит по тротуару. Те, кто борется с кафетом или еще, пусть это другие борются. Мы боремся с теми, кто ездит по тротуару. Понимаете? А вы пакет не правильно? Хорошо. Неправильно. Если вы готовитесь, то готовитесь полностью. Это оно число. Всего вам доброго. Понимаете, молодежь мне... Приехали откуда-то из Невского, там, этого... Они здесь не живут. Да я подразно это понимаю. Они пришли в порядок наладить. Просто молодежь мне за того, чтобы мусор убрать, деревья посадить. Учитка и так далее. Понимаете? Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!